Всем привет и за последние годы в игровой индустрии завелся такой тренд Делать игры бесплатными, когда пару лет назад они были платными Одна из них вообще становилась игрой года, но от фри-ту-плея и батл-пасса не убежать никому Сегодня мы рассмотрим несколько подобных игр, но сначала Нет, не рекламная интеграция, а рассмотрим игры, которые бесплатными были сразу Или все-таки нет Одна из игр, которая в принципе перевернула индустрию и заставила двигаться именно в фри-ту-плей направлении Это Fortnite Ведь зачем продавать игру даже за фул прайс, если ее можно сделать бесплатной и продавать бесконечное количество скинов При этом на геймплей это вообще не влияет, но люди, зачастую дети, а точнее их родители донатят все равно на новые скинчики И я вам возможно открою тайну, но Fortnite сначала также не был бесплатной игрой Изначально летом 2017 года в раннем доступе вышла очень увлекательная и интересная PvE сюжетная кампания На которую было буквально всем пофиг Но на фоне успеха Epic Games решили добавить Battle Royale Который стал уже в первые месяцы после релиза успешнее Ибо сильно стараться не надо было на фоне такого неоптимизированного и мыльного чудовища Разработчики PUBG конечно постарались покукарекать в различных судах, чтобы Fortnite в принципе удалили Ведь видите ли, в мире должен существовать исключительно один Battle Royale и другим вообще в этой вселенной не место Но как вы сейчас уже знаете, эти все суды оказались совершенно бесполезными настолько, что через несколько лет PUBG стал также бесплатной игрой, чтобы хоть как-то конкурировать с free-to-play Battle Royale Fortnite до сих пор вполне хорошо держится, но мы все-таки рассматриваем цену бесплатности игр, поэтому что там по донату Как и в большинстве игр, в Fortnite бесплатно дают один мусор, который изредка может быть не говном Война, радуга, пацаны, смотрите! Но на Новый Год дают бесплатные два скина Battle Pass при этом всем полностью окупаемый Что же ты за дрянь? I am Transgender То есть вам достаточно буквально один раз задонатить тысячу вбаксов за 200 гривен Потратить 950 вбаксов на Battle Pass и взамен получить 1500 вбаксов при условии того, что вы получите максимальный уровень То есть вам достаточно один раз задонатить и вы в шоколаде будете получать все последующие окупаемые Battle Pass'ы А на окупаемую валюту покупать какие-то скины с магазина предметов Но если вы помните такую прекрасную PvE сюжетную кампанию, которую вообще хотели сделать бесплатной Но передумали, просто не хотели сильно позориться, по-видимому Так вот, чтобы держать стабильный онлайн в этом неимоверно увлекательном режиме после часа игры, в котором хочется идти спать Epic Games открыли гениальную разработку За игру в PvE вам будут давать вбаксы, которые вы можете потратить в королевской битве Ежедневно по 50 вбаксов, если присутствуют дополнительные миссии, то вообще песня Сделка выгодна и игрокам, и разработчикам Игроки хоть и играют в скучный режим PvE, но получают при этом вбаксы, на которые можно покупать донатные скины А Epic Games по кайфу то, что в их PvE режим играет больше одного человека В 2020 году в подписку PlayStation Plus добавили никому неизвестную на тот момент игру Fall Guys Конечно, эта раздача априори не могла зайти игрокам в России, ведь вместо Call of Duty в раздаче были безумцы Тем не менее, Fall Guys стал самой популярной игрой за все время существования PlayStation Plus И просто приготовьтесь услышать подробности о монетизации Я вам действительно рекомендую приготовиться, потому что ваши уши не готовы это услышать На релизе большинство контингента получили игру бесплатно по подписке И скачав игру, они могли получить бесплатно первый, второй, третий, батл пасс Чё, в смысле, бесплатно батл пасс? Пять сезонов подряд? Без, без, чё это, блять, вообще значит бесплатно? Это чё, типа я денег, что ли, не получу за это? И все скины в магазине предметов можно было получить бесплатно, просто играя и при этом не задротить по 200 часов в месяц И это входило в стоимость игры за 20 долларов Эту позорную несправедливость пришли исправить Epic Games, выкупив Mediatonic и сделав игру бесплатной И выпустив её вообще на все платформы, кроме мобилок Но что-то мне подсказывает, что до мобилок она тоже доберётся Теперь новые игроки, скачав бесплатно игру, ничего не получат бесплатно Но если вы будете активным игроком в Fall Guys, то спустя год активной игры без доната Вы получите батл пасс, который также окупается А игрокам, которые покупали игру до перевода на фри-то-плей Или даже игроки, которые получали игру по подписке PlayStation Plus Дали бесплатный батл пасс Если вы ещё не поняли, батл пасс окупается И вы также можете получать некоторую косметику бесплатно, не задонатив ни одной гривны Давайте закончим с играми Epic Games, обсудив Рокет Лигу, в которой без доната вы просто бомж Конечно, вы можете открывать кейсы, но кто-то всерьёз на них надеется, серьёзно Если раз в 100 кейсов выпадет что-то хорошее, это уже будет достижение В Рокет Пассе попросту нет возможности бесплатно получить кредиты И так или иначе, вам нужно задонатить хотя бы на стартер пак, чтобы открыть трейд предметов И уже с помощью него открывать свою собственную RL биржу Батл пасс в Рокет Лиге, кстати, не окупается, он выходит буквально в ноль Давайте опустимся к эксклюзивной игре CSGO Она также была платной, но через время она стала бесплатной И издатель продавал премиум доступ с возможностью играть в соревновательных матчах Counter-Strike это вообще не игра, это целая вселенная по продаже скинов, за которую в стиме вы можете купить даже игры А читеры в игре настолько вошли в норму, что игроки научились их различать У 70% читеров на авиа стоит аниме, у 60% в нике содержатся корейские буквы, встретить читера имея прайм аккаунт имеет вероятность 36%. Короче, всему виной богатые анимешники, которым по кайфу отдавать доллары за читы. Существуют такие игры, которые вообще приводят в состояние недопонимания и возникновения вопроса, а разве эта игра вообще была платной? Вот так недавно осталась The Sims 4, которая стала бесплатной. При этом раньше игра, как вы знаете, была платной, но она была огрызком в виде стартовой точки ваших последующих вложений. И вопрос мой имеет претензию больше не к тому, что к игре продают DLC по цене всего лишь на PS5, и это по скидке, кстати. У меня больше вопросов, что там доступно в бесплатной версии игры. Прочитав описание дополнений, у меня сложилось впечатление, что в бесплатной версии игры вам доступно буквально три функции. Первое – это создание персонажа. Второе – постройка дома. И третье – гибель вашего персонажа от голода, потому что еда – это заблокированный контент, который открывается в платном DLC. И последняя вишенка на торте – это Overwatch 2. В 2016 году игра становилась игрой года. Была эталоном качества онлайн-шутеров, где была доступна огромная куча скинов, которые не было сложно получить просто играя. Хотя в премиальной игре и были кейсы, что как бы уже автоматом бред, но их давали бесплатно за повышение уровня и за победы в аркадном режиме. Контент был качественным, но активные игроки буквально за год-два постоянного открытия кейсов выбивали большинство дефолтных предметов. Из кейсов им падали кредиты, на которые можно было покупать желанные скины и не молиться на их выпадение в лутбоксе. Кейсы не сильно любили игроки, но Blizzard сделали чудо. Сделали так, чтобы кейсы еще умудрялись приятно вспоминать. При переходе Overwatch на Free2Play модель, проработку всей монетизации решили по всей видимости отдать экспертам с Diablo Immortal. Blizzard уже с самого начала рекламной кампании сиквела начали намекать на то, что ждет игроков. Тем, кто купил первый Overwatch, корпорация добра дала скин клоуна, скин военного и персонажа, что как бы максимально непонятно для игроков, которые отдали за игру 60 баксов, в которые персонажи выходили сразу для всех. А тут это вообще считается подарком. Ладно, идем дальше. Бесплатно Battle Pass даже игрокам с первого Overwatch никто не дал. Но не переживайте, вы можете получить его совершенно бесплатно, выполняя квесты еженедельно. Играя по 20 часов в неделю, строго по расписанию написанному Blizzard. Играть на определенных ролях, играть в определенных режимах и самое мое любимое, совершать тимкилы. Всего лишь-то 20 за неделю. Игроки, которые задротят по 5 часов в день, даже заметили, что этот квест очень долго делается и спустя 2 недели разработчики понизили необходимое значение до 10. Мало того, что эти квесты задротские, так еще если ты не сделаешь хотя бы 1 квест, то не получишь максимальное количество кредитов, а значит получишь Battle Pass гораздо позже. Эти задания также еженедельно сбрасываются, и игрок, даже купивший Battle Pass под конец сезона, не успеет получить все награды. В том же Fortnite разработчики поступили максимально плохо. Еженедельные задания для прокачки Battle Pass выполняют за пару, ну максимум тройку часов. И выполнить их можно на протяжении всего сезона. В Overwatch новый герой открывается всего лишь на 55 уровне, из 80. Прикольно, да? Но заплатив 10 долларов, ты получишь его сразу, пока халявщики будут заниматься гриндом. Старые скины вообще стоят как полценника первого Overwatch, новые скины безидейное говно, но чтобы открыть всю косметику, вам понадобится всего лишь на 12 тысяч долларов. Но есть способ получить все бесплатно. Вам понадобится поиграть в Overwatch всего лишь на 450 лет. Я понимаю, что игровая индустрия дорожает, но почему в 2016 году весь контент каким-то магическим образом влаживался в 60 баксов. Да даже если в 100, если там чуть-чуть задонатить. Но почему сейчас все скины с Overwatch стоят как машина с салона? В Fortnite, в Fall Guys, в Apex можно все заработать просто играя. Да много, примерно год. Но после такого продолжительного фарма вы получите Battle Pass, с которого получите уйму косметики и получите окупаемость. С помощью которой вы сможете тратить валюту на донатные скины, не вкладывая доллары. В Overwatch же, даже если вы и накопите на Battle Pass, то получите его только один раз. Ведь он не окупается. А если вы захотите вместо Battle Pass купить какой-нибудь скин с магазина на одного героя, то Blizzard такое ощущение прямо говорят. Покажи мне деньги или идите на... То есть, чтобы получить легендарный скин без доната, вам нужно примерно полтора года фармить копейки на просто адовых квестов и получить только один скин. Да, вы сделали возможность получить что-то бесплатно, но по-моему год фарма на один скин это уже издевательство. Я считаю, что Overwatch 2 это последний шанс фри-то-плей игр не скатиться в окончательное дно. Ведь если эту просто отвратительную монетизацию схавают, то поверьте, никто даже близко не будет делать ее более нежной. Наоборот, все будут придумывать еще более гнилые системы выкачки денег. И на вывод всего сказанного хочу ответить на вопрос, поставленный в названии видео. Какова цена бесплатности и кому она выгодна? Платные версии игр в долгосрочной перспективе выгодны, скорее всего, игроку. Ведь раньше, оплатив игру даже за фулл прайс, вы могли спокойно получить 90% контента просто играя. Но сейчас, с растущим трендом на бесплатность, такие махинации не выгодны издателям. И поэтому с помощью обертки бесплатной игры, с вас всеми возможными способами будут выкачивать деньги. И в куда более большом количестве, нежели единоразовая плата за игру. И что самое забавное, вот эту всю монетизацию, всю бесплатность, даже в Overwatch 2, я просто проследил картину и увидел, что эту монетизацию уже защищают. То есть, те, кто не мог купить себе Overwatch 1, который по скидке стоил 600 рублей, те, кто не мог его купить, сейчас пишут, что игра бесплатная, что ты хочешь. Ты играешь, что ты еще хочешь? Хочешь скины? Донать. И вот именно на эту аудиторию делает упор Blizzard. И YouTube-канал, на котором вы сейчас смотрите данный видеоролик, уникален тем, что вы можете поставить лайк и подписаться, не боясь за то, что это станет платной функцией. Но времена меняются, поэтому рекомендую это сделать сразу. Купи мою подписку на YouTube. Пишите свои мысли по поводу темы видео в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok